вот чё скажешь по поводу старый я не научился пока мысли читать х я очень хочу хорошо мы говорим про про versus про одессы наверно события главных дней это диаса мирона на смирал на моргенштерна такой хайповенькая тема немножечко до таймкот один хайп да да но у меня видишь типа суть в том что короче меня же у меня вышла реакция вот на дис эти задела нет нет я потому что такое хамо же металличеса дети теперь мы как бы легитимизировали это короче у меня вышла реакция надис оксимирона на моргенштерна где искал что типа вообще пизда то но не так пизда то типа могло бы быть и папе же и меня дико просто какие-то смешные комментарии были и дайте подавали лепы меня дико у просто дичайше напали фанаты оксимирона они оказались самыми злыми людьми во вселенной ну то есть там на видосе знаешь типа там 100 ли 150 тысяч просмотров и типа там полторы тысячи комментариев и все про то как насколько я не прав насколько то есть люди заходят под подкасты и пишут что меня надо уволить за проф непригодность я тебе кредусь там реально был комментарий увольте этого человека за проф непригодность он не оценил диск оксимирона я ну для меня короче типа я в принципе придерживаюсь мысли которая сказала то очень пиздатый фан-сервис то есть реально привели 10 новых скинов на оксимирона у меня в telegram-канале портная да 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 я говорю реально оксимирон в платье до оксимирон евреевым делов наделась с ума сайт вот типа это же в первую очередь как бы мне кажется мем драйвер какой-то потому что у меня все стикеры которые используют мои подписчики в телеграме это разные стикеры оксимирона где он показывает очень нравился тик-ток где типа монтажер дис оксимирона на моргенштерн и он сидит без блюра вот я считаю что . крутой фан-сервис типа очень пиздатый для мемчиков для фанатов оксимирона в целом это круто как медийный ну как событие это действительно большое событие до такого в русском вот этом интертейменте но я честно я вот у всех спрашиваю я говорю назовите мне пожалуйста вот сходу просто людей назовите мне пожалуйста три строчки оксимирона 3 панчлайна оксимирона которые вам реально запомнились и решили что там у него было не и типа и я сам помню ну то есть реально там учитывая что это семь минут там не так много строчек который да то есть типа люди которые будут писать в комментариях они такие да вот эти строчки крутые вот те строчки крутые чуваки вы за компьютером сидите поэтому а если спрашиваешь у человека там не то чтобы что-то прям супер запоминается так сильно никакая строчка не запоминается так сильно как жопа оксимирона показаны в кадре там еще монтажный переход такой странный что он типа нагибается и опа показал очку она выглядит как ненастоящий у него слишком хорошая папа извиняюсь мне кажется что он как бы он же долгое время не демонстрировал себя топ-лис а сейчас он как-то подкачался и вот настал момент что можно как бы до показать свое тело вот я сравниваю это с например когда у них был на хип-хоп рубат ли они короче 10 и друг друга с бабанги да и вот день физкультурника например как диск семерона до сих пор ну типа вот дохрена людей которые его помнят наизусть и там в целом барсов было ну невероятно плотное количество здесь как будто гораздо гораздо пожиже то есть как будто это ну понятное дело что и моргенштерн не battle рэпер но это и не battle рэп это интертеймент и типа я говорю о том что это круто как интертеймент но с точки зрения какой-то вот батловой наполненности дохуй знает ну разве это развлечение это для меня это фильмы марвел знаешь такие типы прикольных фильма марвел в которых жопу показали вот а тебе как я был под впечатлением я на протяжении трех дней посмотрел этот диск раз по пять в день представь себе насколько меня это поразило я слушаю здесь сразу нужно вставить дисклеймер про то что я супер обыватель в рэпе ну типа я не 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 знаю за культуру я не шарю за мирона я понимаешь я слышу о том насколько он влиятельный и крутой чел насколько он много сделал там для культуры рэпа от других людей я горгород не слышу серьезно я думаю что я ставлю это на какое-то на какое-то время мне кажется что это хорошо потому что эти честно советую если есть желание прям погрузиться в оксимирона как персонажа то надо начинать самого начала потому что его типа короче мне не интересен современный оксимирон как история богатого сорокалетнего мужика до который там постоянно у которого постоянно какой-то огромный кризис там личного я который постоянно когда там бетлица или на кого-то выебывается он заходит с позиции что типа вы обязаны заслужить мое одобрение я как бы авторитет и я вот оцениваю вас со своей высоты и вы все как бы мне не ровня потому что я невероятно авторитетный вот это вот мне не очень это близко потому что ну возможно оксимирон слишком популярный человек для моего понимания популярного человека у него там наверно другие проблемы как бы так далее но со мной это не резонирует но при этом оксимирон который молодой человек причем которых доставить довольно позднем возрасте стал популярным то есть там сильно после 25 даже там ближе к 30 и как бы как молодой человек который бесконечно сражается со своей там тоской по родине потому что находился в эмиграции который бесконечно сражается со своим желанием в собственных глазах быть каким-то влиятельным весомым быть лучше стать известным вот этот кризис мне гораздо интереснее и как бы он для меня гораздо ценнее чем вот все его творчество сейчас но это лично для меня поэтому я считаю что если погружаться персонажа оксимирона надо начинать сначала самого потому что вначале он мне кажется был гораздо интереснее вот после горгорода как будто не то пальто но мне кажется что это связано с каким-то очень резким ростом то есть реально он же там мега набрал в один момент выходит батл и выходит батл с джонни в туры стадион и так далее это уже там бесконечно далеко от там живу с женой в однокомнатной конуре не знаю вот кто да кто для тебя оксимирон давай так вот как для человека мне просто это хороший интересный срез потому что сам говорит что ты человек далекий как бы от рэпа как от культуры да так далее как ты вот видишь потому что ну типа отрицать заинтересованность общество этим человеком этим персонажем невозможно это такая штука которая сейчас творчество оксимирона современная которая так или иначе с людьми сильно резонирует то есть и интересно как ты на это смотришь кто мне нравится из рэпа нет как ты видишь оксимирона давай так как человек не из культуры ну то есть вот ты гришь там диск семерона на меня произвел такое большое мощное впечатление его пересматривал но при этом я человек не из культуры я там не слушал горгорода как ты видишь вообще дядечка который забрал лавры ну типа не знаю внес какой-то вклад слушай ну прям вот мои мои познания о нем это вот прям вот вот столько такая крупица не имею ввиду что тебя привлекает что заставляет тебя пять раз за день пересматривать семиминутный диск смотри стоит сказать что большинство треков мирона яновича мне очень тяжело слушать не не хочу оскорбить фанатов оксимирона только мое мнение я знаю какой у него комьюнити потому что тоже как-то сказал о том что типа я был саши фломастера на стриме сказал блин вот мирон вернулся спустя много лет со своим альбомом но я не увидел каких-то новых новых этапов для акта с актуальным звучанием я он не пришел к новому звучанию для себя вот и меня короче этот клип перезалили на оксимирон фан набрал 100 с лишним тысяч просмотров и там просто надписи типа мне не нужны фанаты с памятью золотой рыбки в конце оксимирон еще крутой должен идти где-то под под музыку под прямую бочку да 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 или вот по тот технофон который в тег токи популярен сейчас как доктора ли все не знаю мне кажется что об этом вообще нормально об этом надо говорить потому что я тоже так считаю я тоже так считаю слушай просто я слушал его треки которые выходили им я сидел с джинниусом для того чтобы разбирать а здесь а из точки зрения визуальной идентики вот например кто убил марка мне не понравилось мне кажется что это тоже очень странно выглядит и из и там и стилисты и какие-то другие штуки мне кажется в этом и прикол что это и как раз мне кажется что это желание нагенерировать мемчиков просто ну потому что реально вот этот странный пуховик он выгиб на монгус он выглядит и как амогус скорее даже как этот как робот заяц из ну погоди помнишь который был такой карикатурно злой вот у него такой же в общем меня это я никак меня это не цепляло и здесь выходит трек на 7 минут который прост для меня как для слушателя который можно послушать без джинниус и разобрать его спокойно у которого прекрасно визуально идентик потому что клип очень красивый ну то есть даже этой кукольной сцены в конце то есть несмотря на то что там используются одни и те же локации ты видишь харизму мирона типа как он развлекает и видишь там какие-то красивые луки короче держит держит напряжение это мне очень понравилось вот наверное обычная какая-то история про деконструкцию личности в дисе мне понравилось что он разложил прям давай поговорим о твоем одиночестве давай поговорим о наш популярность и все это прям это прям очень здорово это очень согласен с оксимироном в его претензиях смотри я три дня вот был как раз в восторге и у меня были очень смешные ощущения потому что мне помыться захотелось но типа мне было очень тяжело я же алишер а знаю и он он хороший светлый парень типа он ну и тут прям а через какое-то время мне звонит мама она тоже гоняла этот диск и она звонит а ты не думаешь что типа каждый сам о себе тут читает что алишер о себе читал в своем дисе у него были одни и те же претензии по факту про про прослушивание про цифры и так далее и у как будто мир он тоже к себе это все вполне возможно и это даже но это довольно как бы хорошо объясняет в целом все ну по-моему это все через наш через свою призму внутреннюю написано так или иначе поэтому слушая потом я посмотрел реакцию славы кпсс я вообще перевернулась у меня все у меня правда все очень перевернулась он там хорошо говорит про мирона мирон во сколько старше алишера в два раза но да он малыша алишера который ни одного панчлайна не написал за жизнь реально вот прямо делает деконстракт личности о чем речь но типа алишер простодушный чел который ну типа просто делится своей жизнью в интернете я не уверен заслуживает ли он так такой жесткости к чему это было потому что даже вот вот эти все упоминания мирона то есть там на джек ю со стороны алишера еще в как там в альбоме мне всегда казалось что но это что оксимирона настолько высоко ну типа знаешь настолько там недостигаемый персонаж вообще метр семьдесят пять знаешь что это это скорее что он важен для культуры и он знаешь как феномен и поэтому ты просто его упоминаешь так это же мне кажется взаимодействие не с человеком ты не то есть типа я вот когда там до подъебываю как-то оксимирона или там высказывать превотворчество это не мое отношение к нему как человеку я не знаю сколько типа те разы которые я с ним общался он вполне себе приятный чел нормальный может он конечно после всего этого про меня так не скажет но я так считаю это взаимодействие с культурой это отсылка и упоминания в первую очередь персонажа как символа какого-то определенного этапа в русской даже не в рэпе а именно вот в этой развлекательные медиа сфере то есть он захватил внимание к своей персоной на какой-то большой промежуток времени и так или иначе все что происходило в русском вот этом вот музыкальном интертейменте ассоциировалась с ним и ты когда говоришь о чем-то ты в первую очередь мне кажется отсылаешься к периоду просто никаких личностных претензий в этом не было никто никого не знает никто никого не видел понимаешь то есть как можно да как бы судите человеке через монитор но я могу сказать что в общем если как-то резюмировать прекрасно это слушается легко в этом нет очень много терминов и сложного текста которые нужно разбирать на джиниусе это как вот опять же как обывателю мне это нравится и мне нравится что здесь есть мелодические ходы поэтому это очень здорово что что она она есть и этого джерс рубочка мирон янович наконец-то во рожь взбодрился какой-то любимый лук оксимирона вот из всех этих сейчас я я все запомнил любимый скин на оксимирона и мне понравилось там где он в камнях в синем костюме который закрывает лицо странный про странно но фиша это все сильно выглядит свето корма мне понравилось там где он наяривает там себе там просто очень красиво они на гринске не снимали и там еще дополнительную локацию это делали там где портреты алишера ну круто круто правда не понимаю причем здесь трансы в клипе но какой-то вайп сатиры вот когда он стоит голый мне ощущение что сатира обычно так пародирует круто я не знал что он настолько ну типа отвязно может себя вести это круто я мне кажется он и не мог давно то есть типа это как будто бы это многих зацепило мне кажется тем что нихуя это вот похоже на того оксимирона которого все знали раньше который мог реально ну то есть типа без шуток у него были крутые перформансы раньше которую наверное сейчас не мог себе позволить например когда он выиграл что премию какую-то премию время рума нет было это до этого была была премия рума ты пульму ставишь на это ли еще что-то какую-то премию короче он выиграл они позвали его выступать и он вместо себя выпустил типа в капюшоне который просто под плюс типа вот так вот делал рукой и наваливал якобы и стоит чел организатор этой премии оксимирон сзади к нему подходит и такой кладет ему руку на плечо и говорит надеюсь без обид а там чел типа стоит перед полным залом и просто но изображает все качаются не все в ахуе все типа часа хуйня ну то есть это такой как бы плевок в лицо мне кажется что ну вот типа вот это меня привлекало вот это было как-то круто и давно так эпатажно здесь мы здесь как бы вот есть понимаешь какой-то да некий перформанс там он тоже был мало того слушай значит еще хотел упомянуть моей маме настолько понравился этот диск что она начала делать research инфы в интернете про мирона и тоже позвонил мне говорит типа мирон яновиджи ушел в терапию типа на четыре года и у них с элишером много много общего на самом деле это она сказал я ну типа не проверял эту информацию про то что у мирона сложное отношение с женщинами сложное отношение с матерью про то что есть какие-то штуки тоже про компенсацию мужества внутри и так далее вот и это тоже помогло посмотреть под другим углом на на этот диск а давай скажем шире а кому из нас это не применимо вообще если чем мне кажется что это абсолютно классическая ситуация какой-то психологической нестабильности артиста это проблемы с женщинами это проблемы с родителями это проблема с принятием себя это проблемы с самооценкой мне кажется что это вообще штука которая на там 90 процентов людей которые артисты блогеры и так далее распространяются это как будто бинго знаешь типа вот можно с любого практически чувака сушили я понимаю как будто как будто чем старше ты становишься больше ты прорабатываешь эти штуки если хочешь личностного роста как если хочешь их прорабатывать просто если у тебя и если как бы у тебя есть силы какие-то признать проблему да что с тобой что-то не так потому что ну то есть мне кажется что это вообще вот для артиста особенно для популярного человека это трудная штука когда у тебя есть там залы большие люди которые визжат когда тебя видят там есть деньги которые к тебе там абсолютно легко приходят потому что люди хотят заплатить просто чтобы там куда-то пришел или что-то довольно там тривиальное для себя сделал и при этом у тебя есть какой-то большой личностный конфликт внутри ты не понимаешь как вот типа столько одобрения там физического до эмоционального которое ты получаешь от незнакомых казалось бы людей но при этом ты сам ты себя видишь со своим несовершенством и так далее как признать вот этого слушай но если мы про бинга говорим да у меня нет рефлексива например по поводу недостатка мужества мужик на меня клип вышел где в каблуках а я не знаю я понимаю вообще же ничего не я специально тебя я специально это сделал я не смотря не слушал альбом твой я не смотрел клип я не смел вписку даже с тобой которая вышла и мне то что мне хотелось чтобы это был какой-то но вот типа наш подкаст это был максимально индивидуального